Книга «Открытым оком». Тема женщины. Третий том. Вопрос тысяча третий. Если жена сама лезет на рожон, то что делать мужу? Может ли он кричать на жену? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Задайте этот вопрос любому мусульманину. Он не только будет смеяться над тобой и плевать, но даже сморкать на тебя. Есть жены, которые бьют мужей. Здесь уже все извращено. Царствует смерть. Матфея 12, 25. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». 1 Тимофею 2, 12. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Ефесянам 5, 22, 24, 32, 33. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Тайность я велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Когда церковь не подчиняется Христу, он наказывает ее. Что он сделал с русской церковью за годы советской власти? Больно бьет? Некоторые делают отсюда вывод, что если муж есть образ Христа, то и он может поставить жену на место, хотя бы через битье. Сирахова, 25, 29. «Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей». Что значит «отсеки»? Перестань заботиться о ней, платить деньги или лиши ее своего ложа? Разрешение на развод? Но явно, что наказание какое-то немалое, потому что слишком велико преступление. Кричать на жену не следует, криком делу не поможешь. Она все равно тебя перекричит. Милиция будет на ее стороне. Ефесянам 4, 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Самое действенное оружие против жены – это твои колени. Взывай к Господу, пой молитвы и делай больше поклонов. И удастся ли тебе укротить эту злую медведицу?» Серахова, 25, 20. Сядет муж ее среди друзей своих, и, услышав о ней, горько вздохнет. И он, златоуст, говорит, что последнее это дело – бить жену. И ныне так привыкает к такому обучению ее, что в дни получки и аванса к дверям его квартиры Сбегаются все соседи, слыша ее вопли, будто бы зверь терзает свою добычу в логовище. Субтитры создавал DimaTorzok